друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua буду сегодня записывать для вас интересный обзор по моему мнению на очень популярную модель на данный момент это xiaomi redmi note смартфон бюджетный от данной компании 5 5 дюймов интересная цена в 230 240 долларов наша цена из наличия в украине с очень интересными техническими характеристиками давайте рассмотрим в какой коробке поставляется эта модель вот такая вот заводская коробка здесь подробные технические характеристики кому нужно сделать и стоп почитайте посмотрите комплектация вы знаете меня очень порадовала в этом смартфоне обычно не такой богатый комплект в общем что здесь есть пакет документов есть такие вот клеенки есть пленка оригинальная есть переходничок под нашу розетку сам блочок зарядки вот такой вот он идет на 2 ампера usb кабель не буду открывать есть здесь гарнитура вот такого формата а также есть автомобильная зарядка вот у нас прислали нам и картридер sd карточку можно вставлять компьютер еще в другой комплектации у нас был такой простенький чехольчик из кожзама однако вот в этой комплектации которую я сейчас рассматриваю здесь его нет в общем перейдем к нашему смартфону вот так вот он выглядит внешне вот эту вот пленку я позволю себе снять чтобы показать вам всю красоту по дизайну этой модели 5 5 5 дюймовый дисплей дисплей здесь по технологии IPS выполнен о гс экран воздушные прослойки здесь нет ну давайте посмотрим что у нас есть сверху фронтальная камера на 5 мегапикселей между этой слева от фронтальной камеры индикатор пропущенных событий динамик и датчик приближения датчик освещения справа от динамика снизу три сенсорных кнопки вот такого формата меню домой назад с этой грани нет ничего смартфона сверху разъем под наушники второй микрофон с этой грани кнопка включения выключения и качелька громкости снизу разъем для зарядки и первый микрофон основной задняя крышка выполнена из довольно таки качественного пластика логотип сяоми вспышка хорошая 13 мегапиксельная основная камера и решетка под динамик под крышкой давайте посмотрим что у нас расположена располагается здесь у нас довольно таки емкий аккумулятор емкость которого составляет три 100 3 200 приблизительно то что мне нравится в этом смартфоне это то что он поддерживает две стандартных полноценных сим-карты без каких-либо там микро в такой слот можно вставить в принципе любую симку если подгадать с контактами есть слот под micro sd карточку динамик антенны вай фай bluetooth gps и тому подобное сейчас буду включать этот смартфон будем продолжать обзор а пока он будет включаться я вам хочу сказать что по качеству сборки на смартфон устраивает здесь нет люфтов здесь нет скрипов даже если на перегиб смартфон брать есть некая амплитуда однако дефекта дискомфорта от этого нет он не хрустит не люфтит абсолютно никакого дискомфорта поэтому по корпусу нареканий у меня нет стекло защитная закаленная царапаться не будет просто так прошивка в этом смартфоне май и стандартная давайте пройдемся по основным техническим характеристикам этой модели существует множество разновидностей именно у нас продается модель с полноценная скажем так набирает эта модель 21000 22 приблизительно в некоторых обзорах видел и по 26 было наверное зависит от прошивки значит по техническим характеристикам у нас mtk 6592 здесь hd разрешение 13 мегапиксельная основная камера в прошивке сразу же есть права супер юзера 2 гига оперативной памяти 8 гиг встроенной памяти и карточка памяти у меня сейчас здесь установлена на 16 гигабайт частота процессора 1.6 1.7 5.5 ips 5 мегапиксельная фронтальная камера в принципе вот основные технические характеристики датчиков сейчас вам продемонстрирую мультитач здесь на 10 точек это в принципе хорошо какие датчики здесь есть здесь есть gps вайфай bluetooth компас gps кстати классно работает мне понравилось датчик приближения датчик освещения вспышка гироскоп полноценный также этот смартфон поддерживает отг nfc технологию не поддерживает касательно прошивки давайте продемонстрирую вам версию этой прошивки на которой я делаю обзор вот такими вот они к нам приехали в принципе мы ничего не дошивали не прошивали вот на этой прошивке работаем считаем что это довольно таки нормальный вариант все работает более менее стабильно прошивка это мои стандартная здесь все на русском языке есть выборы режима гарнитуры есть выборы изменения тем батарея память есть light индикация можно выбирать свет можно выбирать настройки гарнитуры есть режим для пенсионеров однако когда его выбираешь то телефон перезагружается и там у нас все на китайском увы поэтому там особо не развернешься принципе по прошивке нареканий у меня нет единственное что я смотрел и другие обзоры как про это раз к рассказывают некоторые обзорщики некоторые обзорщики смальт смолчивает этот момент здесь 8 гиг встроенной памяти 6 и 3 из них доступна карточка памяти ее можно устанавливать однако приложение с play market на нее не записываются то есть да это можно допилить я снимал обзор как переназначить память скорее всего этот способ будет работать но вот в данной прошивке пока на данный момент вот такая вот информация что касается экрана гран здесь мне понравился здесь 5 5 дюймов здесь IPS матрица здесь хорошие углы обзора хорошая яркость экрана по экрану действительно мне понравился экран ничего не могу сказать давайте посмотрим несколько картинок что нам продемонстрирует этот экран он довольно таки яркий как по мне цвета реалистичные картинка по диагонали практически в темном варианте не уходит в негатив не становится светлее мне это нравится действительно экран ну достойный как по мне и углы обзора сейчас продемонстрирую вам все таки немножко немножко светлеет картинка но в принципе это в любом бюджетники это не столь важно и если даже не знать на это можно даже не обращать внимание экран в целом мне понравился пиксельные какой-то сетки я здесь не наблюдаю качество экрана мне действительно нравится я экраном доволен касательно звука звук в смартфоне меня порадовал звучание в отличие от многочисленных многочисленных смартфонов мтк 6592 в наушниках здесь звук хороший потому что невозможно слушать течели зопа с этими глухими рифмами здесь есть басы то есть по звучанию мне понравилось микрофон динамик разговорный тоже без нареканий ну и внешний звук давайте продемонстрирую вам какой-то небольшой тест кстати продемонстрируем сразу же то что работает play market устанавливаю вместе с вами mx player play market работает с коробки в принципе подключаясь с вай фай устанавливаете свой google аккаунт и все у вас работает м x player запускаем могу сказать что он очень громкий этот динамик однако играет чистенько и достойно для нормальной работы его вполне касательно производительности смартфона установил я несколько игрушек давайте продемонстрирую некоторые из них в принципе вот так вот проигрываются и воспроизводятся игры видео запускается также без проблем работает смартфон с различными приложениями тоже без нареканий с моей стороны с меня очень порадовал это был мгновенный старт да это был старт при помощи различного вай фая там тому подобное всех настроек но это был старт в течение трех секунд вот это время меньше трех секунд словил кучу спутников не под открытым небом в квартире возле окна касательно аккумулятора тут ситуация такая неоднозначная немножко разочарован я был в этом смартфоне в плане аккумуляторного теста тестирую я как всегда как вы все привыкли через antutu тестер однако программка несколько обновилась скорее всего вот буквально неделю назад и теперь он показывает несколько иные баллы ну что делать будем привыкать к этим баллам вот данная модель сяоми редми ноут показал нам 4766 здесь поменялся у нас список рей рейтинг топовых моделей здесь у нас в топе леново с 920 дам у модель у смартфона хороший аккумулятор интересно будет протестить какие-то такие смартфоны как леново по 780 эти 4400 в этой в этом программке теперь в обновленные что хочу сказать по поводу вот этого вот результата я смотрел обзоры на сиоми редми нот говорили что здесь здесь напоминают 300 3200 аккумулятор там так через слешку написано поэтому так и говорю вам хочу сказать что аккумулятор здесь работает как по мне слабее чем он заявлен долж должен он работать намного больше как по мне этот результат это результат меньше например чем у модели же ю g4s с 3000 аккумулятором с 47 дюймовым экраном принципе это логично здесь 5 и 5 касательно результата физического я тестил этот смартфон через youtube и вот какие у меня получились результаты сейчас вам открою и продемонстрирую значит со 100 процентов до 10 он у меня работал в ю тубе 3 часа 36 минут то есть это была максимальная яркость это был звук это был youtube это было вай фай и естественно запущенная вид по диаграмме разряда здесь все супер никаких провалов тому подобного здесь я не наблюдал по то есть по разряду довольно таки все стабильно и хорошо это мне по это меня порадовало однако сама автономность устройства несколько меня огорчила камера здесь у нас на 13 мегапикселей основная на 5 мегапикселей фронтальная видеозапись идет формате full hd я обязательно виды фотки и видео выложу покажу что хочу сказать по поводу этой камеры камера также неоднозначно но больше наверное в положительную сторону когда ты фотографируешь что-либо на экран и смотришь на экран то качество как будто замыленная то есть ты не видишь той четкости изображения однако когда уже картинка сделана когда уже все сфоткана ты увеличиваешь изображение и картинка действительно четкая мне понравилось как снимает телефон макросъемку вот такое вот качество мне понравилось как работает вспышка на этой модели действительно то есть классно делает все четко все классно эти фотки выложу посмотрите вот слива какие мельчайшие детали то есть по камере мне все понравилось достойно выполнено по цене 230 долларов вот такой вот получился смартфон xiaomi redmi note я не хочу говорить что эта модель супер классная супер идеально это не так есть у смартфона свои недостатки для меня в первую очередь это автономность работы это не реализованность в заводской прошивке нормальной работы с картой памяти по всем остальным в принципе техническим характеристикам все соответствует все же заявленная работает выполняет свою функцию 2 гига оперативки не лишние будут так как действительно занимая занимает смартфон для своей работы довольно много оперативки по производительности мне смартфон понравился по корпусу тоже без нареканий в итоге это такой себе стандартный типичный смартфон от производителя сяоми супер надежный я уверен будет минимум брака или его не будет вообще это сто процентов это я уверен в этом смартфон у нас мы купили по супер низкой цене поэтому можем для своих покупок покупателей делать хорошую цену продажи именно поэтому 030 я сейчас записываю быстренько обзор потому что завтра скорее всего эти модели все разойдутся у нас вот такой вот мой вердикт поэтому смартфон однозначно достойный вариант какие придумать конкуренты ему в 5 и 5 ну леново а 850 плюс там и цена ниже и по техническим характеристикам по экрану по камере по всем составляющим там леново в 750 проигрывает можно рассмотреть за по 998 который гривен на 800 дороже который в принципе особыми отличиями не блещет у которого хуже аккумулятор в принципе эта модель его обыгрывает ну экран наверное здесь будет попроще здесь hd там full hd в общем достойный вариант получился вот и вот такой вот обзор у меня тоже вышел всем спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки комментируем задаем интересующие вас вопросы всего доброго